Я вас категорически приветствую. В 2014 году, когда тема с криптой только набирала обороты, появился маленький, но очень перспективный стартап OneCoin, который обещал вкладчикам успех и процветание, а вместо этого принес адские убытки и страшное разочарование. Контора была болгарская, но юрлицо предусмотрительно завели в дубайских офшорах. Руководила им некая Ружа Игнатова. Судя по всему, Ружа была матерой аферюгой. За три года через OneCoin прошло 4 миллиарда долларов, и в результате эта афера стала крупнейшей в истории криптовалют. Понятное дело, не все 4 миллиарда осели на счетах Ружи. Минюз США подсчитал, что в ейных цепких лапах осталось около 2,5 миллиардов баксов, что тоже, надо отметить, весьма неплохо. Подозрения у налоговых органов OneCoin начал вызывать сразу после начала деятельности. По какой-то необъяснимой причине руки спецслужб дотянулись до нее только в 2017 году. Ощутив прикосновение холодных пальцев юстиции, гражданка Игнатова мигом сдриснула в неизвестном направлении, исчезла без следа. И где она теперь резвится вместе с притыренными миллиардами, неизвестно никому. Годы идут, и по Руже все сильнее скучает американская ФБР. Ружу даже внесли в список 10 самых разыскиваемых преступников планеты. Ну, тут спору нет. Два с половиной ярда – деньги серьезные. Но ведь гражданка Игнатова никого вроде бы даже не прирезала, а стоит практически плечом к плечу самим Усамой Бен Ладеном. Ну, очевидно, с таким баблом записывают только в самый серьезный топ-10. За любую информацию о местонахождении Игнатовой американские спецслужбы обещают выплатить 100 тысяч баксов. Ну, что тут сказать. С одной стороны, 100 штук – денежки неплохие, а с другой – за 100-х даже нормальную бэху с подогревом не купишь. И если Ружа еще не просадила все свои два с половиной миллиарда ноготочки, фиг вы ее найдете. ФБР надо раскошелиться, ну, хотя бы на миллион. А на сегодня все. До новых встреч!